МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знайсти працу, не выходячи з дома, черговый электронный кермаш вакансий отбудется 14 мая. На больнице и мощный ветер, а следом резкое похолодание. Назавтра в регионе обвешаны оранжевы у зрове небезпеки. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Головная выборчая кампания стартовала в Беларуси. С сегодняшнего дня и до конца этого рабочего тыдня претенденты на посаду президента могут подавать заявы на регистрацию инициативных групп. Эти члены будут сбирать подписы у поддержки получения своего кандидата. Их сбор стартует еще про седень, 21 мая, и продолжится амаль месяц. Усим потенциальным кандидатам, если они хотят продолжить борьбу, как и ранее, нужно будет записать себе у актив не меньше 100 тысяч подписов выборщиков. Обовязковая умова селетней кампании – выполнение всех мер безопасности в условиях пандемии. Тому сборщики обовязково будут выполнять рекомендации по дистанцированию, быть у масках и пальчатках. Нагадаем, выборы президента Беларуси пройдусь 9-го жюня. У авторок, 12 мая, помощник президента Республики Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, проведе промую телефонную линию. Пытания будут приматься по номеру телефона у Гомеля 33-12-37 с 9 до 12 годин. Протягиваем выпуск. Попыт на аховные выробы у Беларуси полностью задоволены. Про это поведомили у концерне «Бел-Лехпрам». Там отзначили, что в Украине сформированы достатковый запас масок как медицинского, так и бытового призначения. Протприемства легкой промысловости у сутки выпускают 50 тысяч одинакохонных одзеней для медиков. Таким чином, у пытаниях забеспечения подобными выробыми Беларусь абсолютно не залежит от импорта. Медицинские установы Гомельской области, которые занимаются лечением хворых на коронавирус, оснащены усім необходим обстреливанием. А про то, что сейчас в больницах есть больше, чем 2 тысячи свободных ложков. Такую информацию нашим корреспондентам обучили в Головном управлении Аховы Здоровья Гомельского облаканкама. Медицинская служба справляется, но при этом насельство просит выполнять меры профилактики и заховывать масочный режим. Стан справ с захворыванием на коронавирус, тема, которая уже несколько месяцев, хвалюет всех же хоров Украины. По информации Головного управления Аховы Здоровья Гомельского облаканкама, в регионе ситуация находится под контролем. После ляким выпадку хапая и лекал, и обсталявание. Пришим аппараты штучной вентиляции легких зараз выкористовываются далеко не в полном объеме. В отделениях реанимации для оказания помощи пациентам, которые требуются искусственной вентиляции легких, предусмотрено 280 коек и 280 аппаратов ИОВЛ, готовых для оказания медицинской помощи. В настоящее время по разным причинам в организации здравоохранения Гомельской области на искусственной вентиляции легких находится 19 пациентов. В Гомельской области выполнено перепрофилирование коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмониями. В настоящее время свободных из данного коечного фонда 2306 коек. Особная размова об выкористании масок. Одиной думки, на конт их постоянного ношения нема, а летычится гэтау першую шаргу в улиц. У крамах, например, продавцы повинны носить маски постоянно. А покупников просить притрымливаться респираторного этикету и заховывать социальную дистанцию. У медицинских установок и вкористании масок с упрационниками обовязковая умова. И гэтых же правилов просить притрымливаться и наведвальников. Пациентам мы всегда настоятельно рекомендуем масочный режим ношения. Особенно и самое главное, для того, чтобы уменьшить нагрузку на организацию здравоохранения, мы всем пациентам рекомендуем и нашим гражданам рекомендуем максимально учитывать и использовать социальное дистанцирование. Додатковые меры обороны приняты и на предприемствах региона. В акционерном товаристве «Коминтерн» дезинфицирующий сродок находится на угоходе УФАЕ. Користаться им наведвальников не примушают, але при сучасной эпидситуации усе разумеюць. Руки лепш апрасаваць. У кожным цеху дезинфицирующие, которые не утрымливают спирту, что дозволяет не пошкодзеть скорую на руках. А праша тагоу додаток дояснуючего плану мероприемства по профилактиции распаусюджывания коронавирусу 7 мая на предприемстве выдали загад, який обовязал работников выкрыстовывать маски. Их не были за кош товарыства. Сарод обовязковых так само вымерение температуры на протягу змены. Одночасовый медик может еще раз нагадать о правилах поводзина у сучасной эпидситуации и мерах, которые принимаются непосредственно на предприемстве. На предприятии сегодня выполняют все санитарные пемиологические мероприятия. Дважды в день проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В достаточном количестве имеется жидкое мыло и антисептические средства для обработки рук. Принимаются все меры по исключению заноса инфекции на предприятие. Проведена разносительная работа о необходимости оставаться дома при наличии признаков респираторной инфекции. На пиратах дня перомоги супросовники больниц, где проходит лечение хворой на коронавирус, пошли отремливать додатковую материальную подрымку у отповедности со 131 указом президента. Суммы одрозниваются у залежности от посады и выхонываемой работы. Установлены ежемесячные надбавки за работу в условиях, связанных с инфекциями. И, исходя из этого, многим организациям здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с COVID-19, у нас произведены перерасчеты и с 5 бая данную заработную плату наши медицинские работники уже получают. Олег Шинчуру, Вольга Коновалова, Юген Макинка, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гумель». Белорусская Натериальная Палата вызволить медиков от оплаты тарифу на свои послуги. Размова идет про весь персонал, который оказывает помощь пациентам с коронавирусом. Для того, чтобы попасть на прием, медработникам нужно только по телефону сделать передний запись, после этого прийти в любую Натериальную контору. Так само с этого дня медики могут отримать бесплатную консультацию и по телефону. Акция продолжится по 30 червяням. С этого дня и до конца мая Натериусы будут сдавать бесплатные консультации усім гражданам. Подчас пандемии здоровала життя необходность, як неколи важно умоцовывать иммунную систему. Основа этого процесса – правильное харчевание. И оно немогчимо без уживания огородненных и фруктов, как свежих, так и перепрацеванных. Наша здемечная бригада наведала Брюльевский консервовый завод який уже больше за 70 годов займается вытворчастью корыстной продукции для белорусских и замежных спажевцов. Консервовый завод у агрохородку Мичуринская у лику флагмана у своей галине. У вытворчей линейцы больше за 40 наименнел. Гэта не только соки, салаты, маринады и соусы, али и уникальная для краины продукция. Брюльева – одинное предприемство, где выросшвают и перепрацовывают спаржевую фасолю. Гэта высокобелковый продукт вельми корыстный при захворывании на цукровый диабет. Причым для вытворчасти консервов тут выкарыстовуюсь гароднену и садовину, вырышшаную на уласных площах, у тым лику зеленых горошек. Со свежезамороженной гароднены падрыхтовуюць сумеси, які заховуюць усе карыстная уластивасці. У год выпускаецца каля 6 миллионов умовных слойкам консервов и 600 тонн свежезамороженной гароднены. Правда, зараз на заводзе вытворчасть шасова спыняна. Причына – капитальный рамонт и падрыхтовка до лета. У высокий сезон треба увезти у полному збраєнні. Коллектив гэта разумеє. Одна з головных умов праці сёння – строгай выкананні санітарных нормал. Об здоров'ї своїх людзей тут клапотіцца. У нас єсть в налічі нужнае калічіство дізрастворов. Єсть такожі защітні і маски, і перчаткі, дізковрікі. І пастоянна на вході у нас находяться дозаторы висят. Дарэча має особливый місяц для Брлёва. Не толькі тому, што худка почнецца сезон ураджаю. У гонор 75-годзі великай перамогі прадприємства падрахтавала праємный сюрприз для сваїх пакупніков. Такому замічатнаму і великому празніку для нашої республіки, 75-летію пабеды в Великій Отечественній вайні, наше прадприємство здеалала значітні скидкі на консервну прадукцію. Существують нескалька торговых точек в Гомілі. Это на Давыдовском рынкі, на Центральному рынкі, наш фірменний магазин по уліце Ефремова, а також торговые точки в агрогородке Мичурінська. Паэтуму приглашаєм ветеранов, а також гомільчан приобрести эту продукцію, так як скидкі ще действують і на ближайшіе врємі. Брилєвські консервы давно стали синонімом якості, а сама назва бренда знаємо кожному жіхару регіона. Такі вийнік шматгадової і карпатливої праці прадприємства. В використанні тільки натуральних інгредиєнтів і праймальні ціни, рецепт поспіху гомільських витворців. Мені все подобається, смотрю, що потрібно, що, як говориться, по жаланню. Ну, дуже доволен. Сокі дуже, щас на скидочці, хрошу. Ну, я не знаю, я считаю, магазин замечательний. Миколай Скинціян, Ігор Марышенко, телерадоя компанія «Гоміль». Державна служба занятості з 11 по 14 мая проведе шысь електронних кермашів вакансій. Інформація про гэта размешана на специалізованім сайті і веканці. Предприємство «Гомеля» представить своє пропонування 14 мая з 10 до 12 годин. Планується, што у кермаши примуть у дзел открытые акціонерные товариства «Станка Гомель», «Гомсельмаш», «Гомельский завод Литяй-Нармалі» і завод «Станочных вузлов». Електронный кермаш вакансій – гэта прогрессивный способ выраження питання у працеулаткавання у режимі реального часу. Суискальники мають смахчимось ознайомиться з вакансіями, режимом і умовами працы, а так само задать питання і накерувать резюме. Електронная послуга пропонується усім же харам країны і значно скорочає перейд пошуку працы. Не пакідайте дятей адных заклікаюць у Міністерстві па надзвычайных ситуаціях. Іменавіта під такім дэвізам з гэтага дня па перша і шырвене выратавальнікі правядуць профілактичныя мерприємства. Яго прамеркавалі до Міжнароднага дня обароны дятей. Прадапамозі гутарак онлайн-віктарын і інтернет-конкурсав дарослых і дятей будуть вучыць, як дзейнічаць ў выпадку надзвычайных ситуацій. А таксамы нагадаюць батькам об тым, што мінавіта яны перш за ўсё адказываюць за бяспеку сваіх дятей. Гэтты місяць прынёс дохад шаканы дажжы, які паспраялі зняцю забароны на наведвані лясоў. На сёння амаль на ўсёй тэрыторі рэспубліки лясны фонд ўжо адкрылі. Забарона дзейнічае толькі ў адным районі ў Мінскай в області і трох ў Гомельскім регіоні Жыткавецкім, Лельчыцкім і Мазырскім. Нагадаем, інтерактывная карта забаронов і обніжаванняў на наведвані лясоў размешчана на сайте Мінлясгаса. Неустоліва і надворі чакаюцца Беларусі на гэтым тыдні. Яго перші дні радуюць цяплом і сонццем. Завтра ў регіюня чакаюцца да двадцати трох цяпла, макчымая дажжы і навальніцы. У дзень ў многіх районах моцны ветер парывамі п'ятнадцать-двадцать метров за секунду. Ужо ў вечары пачне халадаць. У сі раду температура паветра складзе плюс два шатыры ў ночі і ад дванадцати да шатырнадцати ў дзень. У шатвер і пятніцу слубкі термометраў пакажуць да дзесяті градусав ў ночі і да дванадцати-трэнадцати ў дзень. Гэты і іншай новіны інформація проєктах Телераду кампанію Гомель вы можыці знайсці на нашым сайці ў інтернеті по адрасі www.tvrgomel.by Нагэтын выпуск завершаны. Усіго добрага. І до зустрэчы ў ефіра. Ефір телеканала Белару-4 прадалжаўе де-факто в студії Руслан Габрилёв. Здраствуйте. Выпіл, угнал в тюрьму. В атношэні жыцеля Гомельскаго района возбуждены уголовны дзела за угоны і кражу. Вышедші ў дзекабре на свабоду після адбыція очередного наказання 43-х літні жыцель Гомельскаго района недолго сідзел без дзела. В середине апреля он угнал автомобиль Жигули, который потом бросил посередине улицы. Через неделю в милицию поступило сразу три заявления об угоне Опеля, краже аккумулятора из Жигулей и обнаружении следов взлома в другом автомобиле ВАЗ. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на неоднократно судимого за угоны и кражи транспорта мужчину. Задержанный рассказал оперативникам, что Жигули ему понадобились, чтобы вернуться после застолья домой в свою деревню. Был совершён угон, но по пути машина заглохла и её пришлось оставить. Через неделю сельчанин поехал в областной центр к знакомой. Не встретив её в расстроенных чувствах и под шофе, он решил возвращаться домой на чужих Жигулях. На этот раз завести шестёрку не удалось. Правда, мужчину это не остановило. В том же дворе ему на глаза попался Опель, но и он через 200 метров заглох. Несколько попыток запустить двигатель закончились разрядкой аккумулятора. Чтобы решить проблему, подозреваемый снял батарею с первопопавшегося ваза, после чего доехал домой. Оперативники нашли Опель брошенным недалеко от деревни подозреваемого. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта, возбуждены уголовные дела за угоны и кражу. В выходные и праздничные дни сотрудниками госавтоинспекции Гомельской области было выявлено 24 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 55 автомобилистов, которые сели за руль транспортного средства, не имея на то права. Со стороны мотоциклистов было допущено 12 нарушений правил дорожного движения, один из них попал в ДТП и сейчас находится в больнице. 9 мая примерно около 11 вечера 25-летний мотоциклист проезжал на своем спортивном байке по улице Богдана Хмельницкого, где был замечен нарядом дорожно-патрульной службы. Мотоциклист проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГАИ об остановке, продолжил движение, в результате чего в пути следования выехал на тротуар, не справился с управлением транспортного средства и совершил наезд на забор, после чего опрокинулся. С травмами мотоциклист был госпитализирован. Впоследствии было установлено, что на мотоцикл отсутствует договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и допуск к участию в дорожном движении. По данному факту проводится проверка. Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств предположительно послужило причиной пожара, в результате которого практически уничтожено два дома в Гомеле. Яркое зарево в частном секторе наблюдали жители многоэтажек советского района минувшей ночью. На улице Балтийской загорелся дом. Огонь от небольшой деревянной постройки перекинулся на крышу соседнего двухэтажного дома. Звонок в службу спасения поступил около часа ночи. Хозяин 1979 года рождения на момент прибытия подразделений МЧС находился в доме, однако покинул его без посторонней помощи. Жильцы соседнего кирпичного дома, а это супружеская пара с ребенком, встречали пожарных на улице. Пожар локализован и ликвидирован спасателями. В результате пожара в первом доме повреждено потолочное перекрытие, кровля, стены по всей площади и имущество внутри дома. В соседнем доме повреждена кровля и имущество в доме. Причина пожара устанавливается, рассматривая версии нарушений правил эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих агрегатов и устройств. МЧС призывает быть крайне осторожными с огнем. Не стоит растапливать печи легко воспламеняющимися жидкостями и пользоваться неисправными электроприборами. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Торпеда не смогли. К счастью, автозаводцы голевых ударов также не нанесли. Ничья 0-0. Добытое очко позволило мазырянам немного улучшить свое турнирное положение. Славия переместилась с 10-го на 9-е место. А вот торпеда свои позиции ослабила. Опустившись на 3-е место, возглавляет турнирную таблицу чемпионата БАТЭ. Борисовчане со счетом 5-3 на выезде были сильнее Смолевичей. В первой лиге состоялись матча четвертого тура. Гомель ждал в гости Держинский Арсенал. Однако вместо матча «Зелено-белое» провели тренировку. Белорусская Федерация Футбола приняла решение перенести игру. Но у одного из футболистов Арсенала подозрение на COVID-19. На поле стадиона с дюшер номер 8 в Гомеле между собой играли Светлогорский Химик и Речицкий Спутник. Хозяевами арены были речицкие футболисты. Судьбу матча решил один гол, забитый на 58-й минуте. Полузащитник Спутника Николай Загвоздин реализовал пенальти. Сегодня четвертый тур завершился поединком между гомельским локомотивом и столичными кромкачами. Подробности этой игры в нашем завтрашнем выпуске. Первый этап чемпионата Беларуси по мини-футболу завершился. Заключительный матч регулярки прошел в Светлогорске. ЦКК играл против столичного дорожника. Гости забили первыми на третьей минуте. Хозяева тут же отыгрались, а вскоре вышли вперед в счете. К 27-й минуте ЦКК создал для себя, казалось бы, довольно комфортное преимущество 5-1. Однако столичная дружина рук не опустила и сумела сократить отставание до минимума. В концовке хозяевам удалось таки выдержать напор минчан и удержать победный счет 5-4. ЦКК занимает восьмое место по итогам регулярного сезона. В первом раунде плей-офф светлогорская команда играет с Минском. 14 мая на выезде 17-го дома. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.